Всем привет! Сегодня 9 марта, утро. Мы ждём девчонок. Настя мне вчера весь день делала какой-то сюрприз у себя дома, и мы должны будем поехать к ним. И мне будет какой-то подарок от неё. Катя ей тоже, правда, помогала. А потом Катя пошла и бегала по всему городу, искала мне подарок, бедная, по такой плохой погоде. Полдня, наверное, бегала. Я её потом спросила, Катя, что ж ты хотела подарить? Она говорит, я хотела тебе свет подарить для камеры, чтобы ты когда снимала, чтобы у тебя был свет. Я говорю, Катюша, ну ты что? Это ж надо где-то заказывать через интернет, искать в специализированных магазинах. Где ж ты его хотела найти? Или говорит, стабилизатор. Она ещё думала, такая штучка, ты ставишь на неё камеру и можешь носить, и камера не дрожит. Ещё такие есть, что надеваются на плечо. Но это ж тоже нереально просто так вот найти по городу. Пока мы ждём девчонок. Я распакую посылочку. Хоть она и маленькая, но в ней очень много интересного есть. Вы сейчас сами увидите. Это я заказывала в интернет-магазине. Тоже уже давненько, но она к нам вот как раз пришла. Ох, и запаковывают. Я уже её 10 минут распаковываю. Некоторые вещи в этой посылке вам могут показаться очень странными. Именно, что мы это с Костей заказали. Я сама себя немного в шоке, но давайте всё по порядку. Вот это. Это мой подарок Насте и Кате на 8 марта. Просто поздно пришёл. Ну, поскольку они меня сегодня будут поздравлять, я тоже им сегодня подарю. Причём, это такая доска, которая цепляется, например, на холодильник. На ней можно рисовать, стирать. Причём, я думаю, сделать тоже сюрприз. Когда я у них дома буду получать свои сюрпризы, я её просто прицеплю на холодильник и напишу на ней с 8 марта. По названию это графический планшет. Ну, конечно же, это не графический планшет, это рисовалка. Так, вот этот карандашик как-то, наверное, вынимается. Маха пришла. Так, ну что, я попробую что-то нарисовать. Какой-нибудь цветочек. Маха, не мешай. Нет, вот Маха под руку подбивает, трётся об меня. Заяц, ты соскучилась? Киса соскучилась, понимаете? Кошки не любят ждать. Надо всё бросить и обязательно её погладить. Да, вот. Вот, всё, закрыла с собой планшет. Нечего, обращайте на меня внимание, да, Маха? Так, мы продолжим. Это так, проба пера. Невысокое искусство, так что строго не судите. В общем, я нарисовала цветочек. И теперь, по идее, если нажать на эту кнопку, он должен исчезнуть. Работает. Хочу вам сказать, эта штука стоит недорого. Вообще недорого, чтобы не думали, что это что-то очень крутое. Но, как видите, можно делать какие-то заметки. Например, Настя, купи хлеба, да, Катя напишет. И на холодильник можно цеплять, по идее, можно. Здесь должны быть магниты. Алис. А что ты звалась? Что ты звалась, папка? Слушай, мне сейчас такая идея пришла была. Мы же можем этот планшетик использовать для сигн. Помнишь на канале Хомки? Мы все бумагу покупали, покупали. То маркера не было. Ну, ты видела, оно как-то тусклое показывает. Да, наркоманно себе видно. Хорошо видно. Мне не тускло. Потом нажимаешь кнопку стер и сразу следующего пишешь. По-моему, круто. Так, Лисюша, покажем, что нам еще пришло. Ты еще сама не видела. В общем, вот моя странность. Я не знаю, зачем я это заказала. Вернее, я знаю, мне хочется это слепить. Вот на полном серьезе. Я когда на сайте это увидела, здесь можно лепить еду. Обычно такое покупают родители с детками. Не с такими, а уже постарше. Годика четыре. Да, и садятся и лепят вместе. Мне не с кем сесть. Настя и Катя уже выросли. Алиса еще не доросла. Но я так себе решила, что все вот эти вот штуки можно оставить потом для Алисы. Пластилин докупить. Мне хочется слепить еду. Мне, тетке, в 35 лет. Я не знаю, что это за прикол. Такого у меня еще никогда не было. Я понимаю, что я там в детстве не наигралась. У меня было мало игрушек и все такое. Но у меня реально еще не было желания полепить из пластилина в таком возрасте. Это мне самой-то кажется странной. Я не знаю, как вам. А что ты, Настя, Катя, Алиса, а что ты меня в расчет не берешь? Может, я тоже хочу полепить? Нет, не хочется. Ну, это не сомневаюсь. И, в общем, мы еще купили вот такой 3D пазл. Здесь можно сделать домик. Это мы купили сделать для нашего хомяка. Крошки. Мы хотим сделать домик и пустить ее в нем гулять, а то и жить. Все части этого домика из дерева. Я не думаю, что мы его будем раскрашивать, потому что хомяку это может оказаться вредным. И как мы его собираем, вы можете глянуть на нашем втором канале. Он называется Хомки. И именно на канале Хомки мы показываем наших домашних животных. И там, кстати, уже почти 550 тысяч подписчиков. Алиса попросила ее уже чем-то покормить. Мы решили, это будет кабачок с картошкой. Ой, она сейчас без ложки съест. Все, все, идем за ложкой. Понимает уже, понимает, что эта баночка с чем-то вкусненьким. Алиса будет кушать. Давай. Кабачок с картошкой. Еще не вкусный. Я еще не распробовала. Она сначала кливится, а потом лопает за обе щеки. Ты его перемешиваешь, чтобы он не такой гостой был? Видите, у нас на ковре, а там справа черное пятно такое круглое. Это мы на Новый год его прожгли. Помните видео, где мы жгли огромные бенгальские огни, и у Насти загорелся носок? Так вот, у нас тогда и ковер загорелся. Причем не в одном месте, их таких несколько. Погуляли. Да. Испортили коврик свой. Мы собираемся его отдать в химчистку. Вот буквально, может, даже сегодня Косте повезет. Потому что раньше, когда здесь Настя с Катей жили, то по ковру же никто не ползал. И особо такое внимание к ковру не уделялось. Скажем так, могли и в ботинках пройтись. А теперь мы решили, что он должен быть идеально чистый, потому что Алиса вот-вот начнет ползать. Надо его почистить хорошенько. Даже моющий пылесос, мне кажется, так не справится, как химчистка. Мы решили дать сейчас ей кабачок с картошкой, потому что после этой пюрешки она всегда в хорошем настроении. И нам сейчас надо, чтобы она как раз была в хорошем настроении. У нас слишком много планов на сегодня. И массажист, и поездка в эпицентр, и какой-то сюрприз для меня от Насти и Кати. В общем, влог тоже обещает быть интересным. Оставайтесь с нами дальше, смотрите. Алиса делает массаж, а она смотрит мультик. Все удобства. Хотел подарок тебе. Подарок мне! У меня тебе, но не получилось. Разве? Посмотри-ка внимательно, Ёля. Забери мне соску. Ты думаешь, чему радуется пандочка? Она любит лазать. И ползать! Получается, что ты, Ёжик, сделал пандочке отличный подарок. Лазочка! И ползал-ка! Ползанье и лазанье. Мы с Катей играем в Моркл Комбарк. На пристал. Она все знает, я ничего не знаю. Она пользуется этим, стреляет в меня. Слушай, а джойстик еще вибрирует. Узнала? Да. А что он вибрирует? Иногда вибрирует, а мне нравится. Чтоб тебя уделали. Мои лису спать уложили. Да ну ты, я с папой разговариваю. Но у меня ее разговаривали с папой. Да, что ты? Я вообще не понимаю, как шеф делается. Мне не даешь даже выручить. Так я сама ничего не знаю. А там режима тренировки нет, чтобы кнопки изучить? Костя не хочет даже вам показывать то, что на экране, потому что кровавая такая игра. Ну тут как бы драка, друг с другом дерутся. Но, конечно, можно было это сделать без крови, скажем так. Давай вам что-то другое? Нет. Посмотрите, сколько запчастей. И мы с Катей просто в шоке. Это что-то. Ну мы надеемся, что из этого получится хорошенький домик. Да? Да. Под ногами просто каша. Все тает. Уже не так скользко, но противно. Мы сейчас бегом собрались, вышли. Мы пропустили свою запись к врачу с Алисой. Получается, были записаны на 14, 30, 15, 10 нам звонят и говорят, вы сегодня были записаны к врачу. Док в лекарь здоровья записали Алису, чтобы решить, можно ли ей делать прививки. По нашим вот этим анализам, там прививочник врач, и прямо там делает прививки. То есть мы собираемся не в поликлинике делать, потому что здесь сразу берут кровь, по анализу крови смотрят, ну все как положено. А в поликлинике оно так, прибежал, врач тебя осмотрел, без анализа крови тебе сделали прививку, и мало ли вдруг приболевший ребенок или что, и ты не знаешь. А прививку надо делать именно когда все в порядке, ребенок полностью здоров, потому что если хотя бы что-то чуть-чуть не так, прививка может дать осложнение. Вот я взяла Алискину карточку. Кстати, карточка выглядит как обычная тетрадка. Ну это и есть обычная тетрадка, в которой делаются записи. Пускайся давай, машет она. Опоздаем. Катя бежит. А я, кстати, обходила вокруг, здесь заперта. Сейчас Катя тоже упрется в закрытую дверь. Ну у нее вроде ключ был. Уже упрелась, слышал? По-моему у нее ключ был. Нет, ключ у мамы есть, когда мама спустится. Короче, мы от врача сразу в эпицентр. Сегодня у меня замечательный день, я могу тратить на себя деньги. Ну, не то чтобы на себя, я могу купить все, что захочу. Подарок от Кости на 8 марта. И я, конечно, очень много не планирую, но мало ли как там в эпицентре оно пойдет. А идет оно всегда хорошо. Привет. Все, все готовы. Так, уселись наши девочки. Кате уже автокресло не нужно. А Алисе без него никак. Все, заперто. Все, мы едем. И Кате уже послезавтра в школу. Она тут вспомнила, что надо было уроки сделать, да, Катя? Которые задали на каникулы целую кучу. Да я про это не забывала. Да? Она про это вспомнит в воскресенье вечера. Это не совсем были каникулы. Я даже не знаю, это называют газовые каникулы. Это не карантин. Слышишь, мам? А, я во вторник выступаю. Да хорошо, я слышу. Получается, по всей Украине школы были закрыты эту неделю, потому что Россия нам отключила газ, и школы не отапливались. Ты что, не знала? Это были газовые каникулы. И я знала, что у нас, типа, было холодно, ну, с газопосвечением проблем. Да, в общем, это связано именно с включением газа. Я не знала, что мы все отключила его. Да, вот так вот. Скажи, что это от украинских школьников спасибо России? Не, реально спасибо. Это я же говорю. Катя, спасибо, говорит России, за то, что не ходили в школу. Не, ну, вообще, какая-то стрёмная причина не ходить в школу. Ладно, там карантин. А то прям такое ощущение, что война началась, и школы не работают. Это там за три дня, потому что у нас было восьмое, девятое, и это и так были выходные. Ну, да, может быть, к ним и приурочили. Так, а когда мы там уже доедем? Бабушка нас подождет в машине, сказала. Я, кстати, сегодня собаку вошенники не делала, слышишь? Да. Я ее сфоткала и время запомнила. Может, что потеряла? Кость, от ветра закрывай мордашку. Кость, а что ты забыл в аптеке? И Катя пошла за ним. Врач очень хорошая, просто замечательная. В первую очередь я хотела выяснить, надо ли делать прививки. Она сказала так, как я и думала, что сначала надо, чтобы все анализы пришли в норму, и только потом можно думать о прививках. То есть пока нет. Кроме того, она сказала, что надо срочно идти к гастроэнтерологу, чтобы дальше выяснять, что, почему печень увеличена, почему анализы немножко повышены, печеночные. Потом она сказала, что все-таки ей хрустит коленка левая у Алисы, и она бы с этим поехала в Киев, в какой-то пах, институт акушерской педиатрии какой-то там, она говорит. Там бы, говорит, и с печенью разобрались, и с ножками. Говорит, я бы с ножками на вашем месте еще обратилась к третьему специалисту, потому что сложная ситуация, очень неоднозначная, и как бы, чтобы не упустить время. Я бы, говорит, на вашем месте сейчас ничем другим не занималась, а бегом бы ехала в Киев. Но мы решили, мы все равно сделаем массажи. Сегодня был первый раз, мы сделаем 10 раз, сходим здесь еще раз к тому врачу хорошему, у которого были, и если он засомневается, то так поедем в Киев. Но меня больше волнует все-таки печень, а не ножка, потому что, ну, все-таки печень увеличена, сыпет, как только что-то Алисе даем. Сегодня опять были прыщики, и смешно. И мы опять ей капали капли от аллергии. То есть ничего особо такого не давали, но были прыщики здесь, здесь, немножко на пузике. Не знаю, что, почему. Мне говорили, что аллергию дает именно печень. Поэтому, конечно, за это очень переживаем. Что еще доктор сказала? Я спрашивала, сколько все-таки капать витамина D. Потому что Би-мама мне все время говорит, что ты что, 6 капель это лошадиная доза. Я спросила у этого врача, говорю, я понимаю, что это не этично назначение другого врача обсуждать, но говорю, все-таки в 6 капель вроде как многовато. Она говорит, вам совершенно столько не нужно капать и 2 капельки. Потому что, говорит, рахита как такового у Алисы нет, не видно. Но, говорит, если вы боитесь, что у нее там мало кальция, мало витамина D3, можно сдать анализ. Это тоже можно в Синеву сделать. Мы это собрались, кстати, сделать. В понедельник, наверное, пойдем и сдадим. Да, и заодно гемоглобин еще раз проверим. Он был низковатый у Алисы. Посмотрим, какой он сейчас. В общем, очень мы довольны этой клиникой новой. У врача-педиатра стаж 35 лет, так что ей доверяю. И то, что она говорила, я думаю, во всем она права. Кстати, она еще сказала, что много витамина D3 не надо, потому что родничок у Алисы маленький, очень маленький. Обычно, наверное, у кого он большой, и сам как-то там не закрывается. И она сказала, что признаки рахита вообще, это там, например, мокрые ладошки. Когда ребенок очень капризный, очень потеет. Вот, в принципе, у Алисы такого-то и нет. И она говорит, у рахитных детей, вот, говорит, у вас, Алиса, говорит, по типу хомяка. Это когда голова нормальная, как у здорового ребенка. Щеки большие, вот так как бы идет. Ну, как груша, да, голова. А у детей, которые рахитом больные, у них голова такая, как у инопланетян, знаете. Большой лоб, большая голова и маленькие худые щеки. У них большой живот выпирающий. Она говорит, у вас же этого ничего нет. Вот, говорит, если бы у вас такое было, явные признаки рахита, тогда да, лечебная доза, это 6 капель, это лечебная была бы доза, по 2 капли 3 раза в день. Она говорит, вы же не похожи. Но, говорит, если боитесь, дайте анализ. Так что так мы и решили его сдавать. Ну, в общем, после клиники мы поехали в эпицентр. Об этом я уже покажу в следующем влоге. И влог будет очень интересный, потому что кроме поездки в эпицентр, там будет именно тот сюрприз от девочек, который они мне сделали. И скажу вам, он был шикарный, просто. Я не ожидала такого увидеть. Так что смотрите следующий влог и все узнаете. Я думаю, будете тоже в восторге. И заодно поймете, почему Настя была на 8 марта грустная, бледная. Я уже поняла. Ну, все. Всем пока. И до следующих влогов. До новых видео. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok